Здарова, бойцы, на связи Флэс. Увы, это последний сетевой бой, а также последнее видео в этом году. Играю на цехе за немцев под ником Манул, и нет, не подумайте, я один Манул. Ну, все здесь начинается, все здесь и заканчивается. Я год всегда начинаю с цеха и цехом заканчиваю. Короче, цех это уже не легендарная, не фундаментальная карта, а уже просто какая-то ритуальная. За нацию также прошу прощения, для вас это выглядит так, как я играю только за немцев, но на самом деле это просто мой последний резервный видос. Между этим боем были и другие, за другие нации, просто за немцев как-то у меня получились наиболее интересные бои. Ну, все, хватит прелюдий, давайте к бою. Сразу скажу, что, ну, он не такой интересный, как предыдущие бои. Такой, просто классический бой на цехе. Хотя и здесь, в принципе, будут насыщенные моменты. Один даже очень, я, собственно, только ради этого и добавил данный бой. Ну, все, хватит прелюдий. С чего все началось? Я хотел поставить пулеметчика за отдаленный камень, но меня тут совет вроде бы перехватил. И убил моего пулеметчика, но пулемет я в итоге подобрал, и по старинке, через дымы, сейчас в стелс-таком режиме, ставлю бруствер на флаге. Да, ладно, я на центре-то мне играю, так я еще здесь не могу домашнюю точку взять. Чтобы ее защитить, я взял также тяжелый пулемет и поставил все же бруствер. Теперь у меня здесь целых 2 МГ-42. И с их помощью отбиться не составляет никакой проблемы. Прокидываю автоматчика чуть подальше для разведки. Все. Левый фланг в относительной безопасности, до первого снайпера. Пора заниматься центром. Здесь совет вообще обнаглел. Занял мой же бруствер, поэтому получает заслуженную гранату. Разбиваю замок, ставлю еще один бруствер. Ну, короче, начинаю продвигаться к центру. Взял элитных снайперов. Ну, 5 гренадеров. Как раз таки для того, чтобы поиграться на центре. Мой союзник даванул правого оппонента. Ну, в этом нет никакой заслуги, потому что британец не очень опытный игрок. И к тому же он там сейчас потихонечку начнет обустраиваться. И закрепляться, и идти снять моего союзника. Там всегда тяжело начинать обороняться, а потом как-то само собой идет. Итак, прибежал я к центру. Смотрю, что здесь, кто здесь. Британец какой-то валяется, получает противотанковую гранату. Все никак я не могу поставить своих бойцов в здание. Мешает вражеский автоматчик, который их постоянно перехватывает. Закидываю ему гранату. Ну, и начинаются танцы с бубном. Вернее, с гранатами на центре. А вот это настоящая классика цеха. Замечаю какого-то стрелка за бочками. Взрываю бруствер, прибегает еще один. Работяга кидает мне гранату. Я уворачиваюсь от нее, кидаю гранату стрелку. Убиваю стрелка. Ну, короче, вакханалия. Настоящая мужская битва за звание босса цеха. Граната, ложись! Это была многоходовочка от моего сверхразума, который лег под гранату вместо того, чтобы в сторону от нее отпрыгнуть. Ну, бывает. Важно, что здесь я вроде бы даже как победил. Захватил центр, и все хорошо. У моего союзника уже не так хорошо, потому что британец потихонечку начинает понимать, как побеждать его. Понасставил кучу брустверов. Наверняка сейчас будет все стенки взрывать. Открывать чистое поле. Плюс взял противопехотный танк, русайдер. АА-2. Ну и действительно у моего союзника проблема. Пока небольшая пауза на центре, я брустверы ставлю. У моего союзника вроде бы даже есть какой-то танк. Вернее, бронетранспортер, сарай, но против русайдера он бесполезен. Приезжает Т-60 до кучи. Ломает заборы. Прям-то грамотно. Я прячу своего пулеметчика, чтобы пожил подольше. Пытаюсь поймать момент для броска гранаты. Вроде бы есть какой-то момент, но ничего подобного. Убивает моего горе-бросателя. Я взял обычного бронебойщика. И Т-60 вроде бы даже как удобно подставляется. Вот сейчас хороший момент для того, чтобы атаковать Т-60. Сарай ставит его на трак. И я попадаю. Но куда я попал? Я попал в башню. И не убил Т-60. Т-60 же напротив уничтожил союзный сарай. Неудачный размен, потому что я-то думал, что уничтожил Т-60. И такой думаю, раз уж Т-60 уничтожил, что мне мешает Крусайдера уничтожить? Точно так же выжидаю момент. Мешает вот этот вот автоматчик за бревнами. Кидаю ему гранату. Он ее откидывает, но все равно умирает, потому что хпшки маловато было. И вот открывается коридор. И до Крусайдера. Пока он стоит на месте, прекрасно. Есть время поближе подползти. Но тут он начал отступать, а потом передумал. И таким образом развел меня. Я побоялся его упустить. И в итоге просто кинул бронебойщика на смерть. Унылая ситуация, потому что у противника, ну, можно сказать, два противопехотных танка. Т-60 сейчас уже будет активен. У нас ни одного танка. Разрывают нас по полной программе. Вот сейчас хочу взять троечку. Но союзник берет пуму. Пума, в принципе, хороша против Крусайдера. Поэтому нет смысла тратиться на троечку. Буду копить. Сейчас на какой-нибудь танк помощнее. Все, Т-60 на ходу. Я только сейчас заметил, что, оказывается, не добил его до конца. Я даже, по-моему, удивился, какого черта он так быстро починился. Ну нет, Флэзушка, нужно быть внимательнее. Посмотрел на юниты. Прикидываю, какой танк взять в будущем. Ну, как я и говорил. Это типичное начало за немцев. Вместо того, чтобы играть, ты занимаешься математическими расчетами. Прикидываешь, сравниваешь, какой танк тебе лучше подойдет или не подойдет. И вот пока ты думаешь, тебя советы британцы разрывают противопехотными танками. Ну, что мне здесь остается? Жду. Пока жду, пытаюсь как-то сыграть на центре, но ничего из этого не выходит. Нужен какой-то танк. И желательно помощнее. Самый удачный немецкий начальный танк, это, конечно же, штука. Ой, извините, не танк, а самоходная противотанковая установка. Это же все кардинально меняет. Но также все кардинально меняет британская шестифунтовка, которая, кстати, вообще просто в связке с противопехотными танками альянсу ось не оставляет никаких шансов в начале. Ну и в итоге пуму союзную подбивают, и все. Мой союзник поплыл. Но это как бы последствия того, что он атаковал британца. Я, как надежный союзник, решил помочь моему союзнику и взорвал дерево. Сударь, доколе ваше бездействие будет порочить мое имя? Вот пару секунд он не дождался моего штуга. Нет, обязательно нужно ляпнуть какую-то фигню. Я пишу ему спокойнее. Сейчас все будет. Сейчас штука приедет спасать тебя. Ну ты же сам виноват в том, что происходит у тебя сейчас на правом фланге. Это все прямые последствия твоих наглых действий. Зачем ты атаковал британца? Приезжает Штук. С первого же попадания взрывает Крусайдер. И уже не так все печально. Причем, кстати, мой союзник знает, что у меня низкий ранг. И что я, ну, скорее всего, игрок неопытный. И все равно что-то пишет мне. Ну представляете, ну что за чушь-то? В любом случае, подходит только восьмая минута боя. Мы лидируем по очкам. Зачем из мухи слона-то делать? Ну, короче, забейте. Совет, конечно, попался очень хитропопой. Спрятал Т-60 за вот эти вот укрепления. И они никак не пробиваются. Их можно разрушить. Я вот только не помню, чем. Там надо несколько раз попасть то ли фугасом, то ли бронебойным. Но в любом случае подкатывается ко мне шестифунтовка. Однако она меня не пробивает в лобешник с такой дистанции. Я ее пытаюсь выбить сначала бронебойным. Вернее, расчет ее. Она скрывается куда-то в тумане войны. Все, исчезла. Я взял фолькштрум для того, чтобы поиграть немножко на центре. Нужно поактивнее сейчас действовать, чтобы остудить своего союзника. А то такие темпераментные очень любят выходить из боя после такой писанины. Шестифунтовка снова появилась. На сей раз я попадаю по ней. Заряжаю фугас. Не попадаю. А, я же взял голиаф для того, чтобы уничтожить укрепления, за которыми стоит Т-60. Этот способ на самом деле проверенный, рабочий и очень эффективный. Шестифунтовку я ломаю, потому что ты уничтожаешь не только укрепления, но еще и заборы, если они там есть. Но их там сейчас нет, Т-60 задавил. Вот такие вот укрепления. Я не знаю, что это такое. Какие-то генераторы, хрен его знает. И также еще и деревья можно повалить. Но, на мое несчастье, тут появляется кроме 95-й и вот теперь так просто голиаф не проведешь. Вот сейчас очень опасная ситуация. На самом деле это тупо с моей стороны так близко подъезжать голиафом к штугу. Ну, выкатывается Т-60 и в любом случае ловит моего голиафа. Оставлять его вот так небезопасно, я его сам взрываю. Не хотелось бы, чтобы его взорвали потом рядом с каким-нибудь отрядом пехоты. Ну, прозевал, короче, я момент с голиафом. Нужно было как-то поувереннее, поактивнее действовать. Кромвель это плохо. Он очень сильно осложняет нам работу. Также британец взял Ахиллеса. Я тут решил пободаться с ним лоб в лоб. Но перестреливаться 17-ти фунтовкой это очень плохая идея. И хоть по броне у меня было преимущество, но 17-ти фунтовка не знает, что такое броня. И просто прошивает все как нагретый нож масла. Но проблемы на этом не заканчиваются. Союз, в смысле совет взял огнеметчика. Вроде бы он сразу отдал огнемет красногвардеецу и зажарил там весь мой отряд фолькштурма. Очень плохая ситуация. Очень. У противника танк, у противника Т-60, которому он очень грамотно играет. Стоит признать, не высовывается лишний раз. Так потихонечку выкатывается. Покусывает и снова закатывается туда. Тут оказывается убили... А, нет, не убили моего пулеметчика. Я же его спрятал. Ну так, подкидываю бойцов, чтобы хотя бы были. Со штугой я вроде бы снял пулемет. Ну и неловкое молчание. Действительно непонятно, что делать. Танки будут не скоро. Что там... На что там накопил ветеран Восточного фронта, тоже непонятно. Подтихушку сбиваю флаг. Это все, что я могу сделать. На меня бомбит кромвель. Взрывает здание. Огнеметчик. Терроризирует. Ну, в общем, все очень-очень плохо. Я бы даже сказал, на грани срыва. Тут как бы нагнетающее обстоятельство то, что это уже тянется довольно долго. То есть, с тех 8 минут особо-то ничего и не изменилось. Ну да, я взорвал кроссайдер, но... Это какого-то преимущества нам не дало. У них по-прежнему противопехотный танк. У нас по-прежнему нет танка. Вон, я из грудь наконец-то взял что-то. Видимо, проснулся, понял, что не все так безнадежно. Хотя, для меня все безнадежнее и безнадежнее на самом деле становится. Ну, два немца. Это не очень хорошая комбинация. Все-таки, как по мне, японцы должны присутствовать в таких боях, играть роль поддержки и закрывать пробелы в немецких юнитах. Я из грудь взял трофейку, подбивая тахиллеса. Это очень хорошо и очень хороший выбор. Трофейка тоже прекрасна. Я же взял штуха 42-го. Потому что трофейки, в принципе, за глаза хватит в качестве основного танка. Но у нас реально нету какого-нибудь такого надежного юнита поддержки. Штуха это отличный юнит поддержки и отличный противовес, кроме ледяноста пятому. Знаете, для чего я взял штуха 42-го? Он, конечно, мастак во всем. Так, по чуть-чуть все делает. Но он отлично уничтожает огнеметчиков. Огнемет очень сильно мешает моей пехоте. Поэтому буду выжидать. Еще-то какой-то автоматчик мне тут еще мешает. Но его убили без гранаты. Ну, все так. Потихонечку спокойнее. Вроде бы на центре становится. Начинаю я молотить из штуха. Вот и появляется огнеметчик. Как раз вовремя. Как раз он получает свой фугас. И тут я думаю, почему бы не взять огнемет. Поднимаю. Но кроме-то разрывает стенку и открывает прострел до меня. И в итоге я не поднимаю огнемет. Очень плохо. Наверное, нужно было не выпендриваться. И просто разорвать труп огнеметчика. Как бы лучше ни тебе, ни мне, чем тебе. Имею ввиду врагу. Ну, лучше, конечно же, мне. Но там сложно сейчас поднять его. Потому что противнику до огнемета рукой подать. Ну, вроде бы чувствую себя более раскрепощенно. Поэтому можно и пулеметы выставлять. Ну, и с пулеметами, конечно, здесь попроще. Разве что пулеметы, наверное, долго жить не будут. Понадеялся я на то, что враг не будет поднимать огнемет. Кинул сюда гренадеров. И вот сейчас пожалел об этом. Потому что огнемет они все-таки подобрали. И начали жарить моих гренадеров. У меня, в принципе, было время отступить. Но игра жестко тупит. Когда вы пытаетесь объединить целый отряд и отступить. Они на месте постоянно зависают. Пытаются в одну кучку собраться. Из-за этого я потерял практически всех гренадеров. Или даже всех гренадеров. Вот так вот. Ну, снова какая-то дичь, короче. Снова противник при огнемете. Снова я без гренадеров. Ну, ладно, это не так уж и печально. Все же у меня есть штук. А штук это не хухры-мухры. Союзник вообще не играет на центре. Он все пытается проатаковать британца. Вот никогда я не пойму таких маниакальных любителей штурмовать вражеские позиции. Очевидно, что сейчас этим заниматься, ну, не лучшая идея. Я же не говорю про то, что вообще не нужно атаковать противника. Я про то, что нужно искать подходящие моменты для удачного наступления. Сейчас как-то такие моменты не проглядываются. В итоге он мне не помогает и свои юниты убивает британца. Трофеечкой настреливает. Ну, я здесь все же сбиваю центр. Вот сейчас, кстати, я поехал за Т-60 только потому, что на него указал союзник. Я вообще не хотел этим заниматься. Я бы даже, наверное, этого не заметил. В итоге мажу, но не совсем я мажу. Я попадаю в гвардейца-снайпера ни с того, ни с сего. Я, кстати, этого не заметил в бою, но это довольно забавный промах. В кавычках. Однако проблемка нарисовалась. Совет взял. Тридцать четверку, восемьдесят пятую. Ну, и здесь меня поймал. Штух отбивает еще что-то. Я тут пытаюсь его контузить, на трак поставить. В общем, пытаюсь ему что-то сделать, но он продолжает ехать. И, че-то, конечно, шансов у меня здесь все меньше и меньше уехать. Первое пробитие в борт, докидываю танкистов. Нужно срочно доворачивать борт, но из-за дебильной специфики игры, когда у тебя остается один заряжающий, он будет доталово перезаряжаться и с места не двинется. Из-за этого я и потерял штуха. А так бы мог уехать. Ну, ветераны Восточного фронта без сии сюрприза не ветераны. Ну, и союзник взял штуку Цуфус и сразу же подбил Арчера. Оказывается, британец взял Арчера. Непонятно зачем, но штуки такие вопросы не задает. Она просто убивает. Мой штух вообще в итоге забаговал, и его можно без проблем теперь чинить. И если я его починю, то, можно сказать, мне противник оказал огромную услугу, потому что штук 42, который кого не занимает, это просто подарок самый настоящий. Настало время отвечать за свои поступки, подумал я, и взял обычного тигра. Ты перехватил мой танк, теперь и я перехвачу твой. Медленно, медленно, но верно подкатываюсь к 34-очке. Итак, вот, нужная дистанция, выстрел, ну и сразу же сжигаю 34-ку. Ноль шансов, до кучи тут и Т-60 пытаюсь подбить. Подбиваю, но не до конца, нужно добить обязательно. Нужно пробить обязательно, а потом уже добить. Все, взрывается. Т-60 в итоге оказался крепче 34-очки. Штука, как истинный немецкий танк, даже будучи подбитым, шевелит своим хоботком и зигует. На другом конце карты я замечаю наглый Круссайдер и прям через забор начинаю его расстреливать. Какой-то странный муф от союзника, он пытался с сараем вплотную уничтожить Круссайдера. В итоге потерял своего сарая от 95-го Кромвеля. Советы вовсе взял БМ-8-24 и подбил штуку Цуфус. Неприятно, но справедливо. В итоге штука ничего не успела сделать, она подбила Арчера, но... Арчер, что это такое? Я бы его тигром без проблем уничтожил. Если честно, я даже обрадовался, потому что одно дело, когда штука на какой-нибудь просторной карте, типа сельхоз района или деревня, а совсем другое, когда на тесном цехе. Это реально перебор. Ну, в общем-то, подбиваю я Круссайдера, ставлю Тигра на центр. Враг взял саперный Черчилль. Ну, а теперь, друзья мои, давайте помянем все те бои в штурме, которые были, ну, не знаю, до моих последних видосов. Потому что в игре начинается самая настоящая фугасная лихорадка. Или же эра фугасов. Или же, как недавно написали в комментариях, мне понравилась фугасомания. Что я делаю? Я просто заряжаю фугасный снаряд и давай долбить саперного Черчилля по башне. Раз попадание. Союзник, кстати, взял СВГ теперь, ему мало крови. Два попадания. Я уничтожаю саперного Черчилля. И вот так вот. Понимаете, его можно колотить весь бой бронебойными подкалиберными снарядами. Ничего не изменится. Его там еще пару раз подобьешь, он пару раз починится. Зачем весь этот геморрой? Два-три попадания в башню, не больше. И саперный Черчилль готов. Кстати, кто не понимает, уничтожаю я его не в башню, а в лючки на корпусе перед башней. Просто когда стреляешь по башне, то гарантированно наносишь этим лючкам фугасный урон. Вот и весь фокус. Бедный, бедный Черчилль. Как они теперь будут страдать, я даже не представляю. Да и не только они на самом деле. Ну, короче... Похоже, это моя судьба, вот так вот изменить эту игру. И нет, не подумайте, это не я первый придумал. Я не пытаюсь забрать чужие заслуги. Просто в моих руках средства массовой информации. А это намного важнее, чем знание. Из-за этих потерянных шести спецочков, британец смыл в унитаз весь свой спецюнитовый потенциал. Ну, вернее, я это сделал хитроумным приемом. Но это мощнейший удар по британцу. То есть он не может взять еще одного кромвеля, не может взять анзак там или еще что-нибудь. Вот сейчас-то союзник может смело атаковать британца. Он хотя бы будет знать, что британец может брать, а что нет. Пытаюсь я кромвеля штухом подбить. Союзник пытается то же самое сделать и с ВГшкой. Но не получается. Ни у меня, ни у него. Откатывается штух. Беру элитного пулеметчика. Можно начинать закапываться на центре. Ну, хотя кромвель все еще мешает. И от него бы избавиться. Ну, чем я, собственно, и занимаюсь. Итак. Снова нет. Но это тяжело сделать на самом деле. Даже при попадании не факт, что я его подобью. Союзник прибежал на центр. Видимо, тоже ему надоело, что он постоянно вражеский. Какого-то автоматчика в здание закинул. А, не какого-то. Это был огнеметчик. Я сейчас пытаюсь разорвать его тело. Чтобы баллон вместе с ним разорвался. Но опять у меня ничего не получается. Прям никак не могу добить этот долбанный огнемет. Так, это я к чему-то присматриваюсь или что? Или нет. Все так же пытаюсь уничтожить кромвеля. Кромвель дает, по-моему, пулеметчик. Но хорошо, что мой пулемет выживает. Прячу его в ямку. Пусть лечится. Ну, давай, кромвель. Ну, поддайся уже. Нет, ни в какую. БМ-8 снова дает залп и уничтожает СВГ. Ну, прям браво. По итогу, ни штука Цуфус, ни ее боевая подруга СВГ ничего не сделали в этом бою толкового. Напрашивается вполне справедливый вопрос. А нужны ли были все эти штуки вообще в этом бою? Скорее всего, нет. Ну, теперь это уже не имеет никакого значения. Разве что мой союзник потратил просто какое-то количество юнитов. И спецюнитов. Вот и все. Короче, тигры по-прежнему наша мощь. И противники это понимают. Британец взял инч. Я его сейчас пытаюсь выцелить. Но в итоге он меня пробивает. Но не убивает. Контузия. Контузия отошла. Вот сейчас он меня вроде бы даже и не пробил. Стреляю по нему. Уничтожаю расчет. Но не инч. Но это тоже хорошо. Время появляется. Ну, Кромвель так аппетитно стоит. Кормой. Я тут вообще Т-70 взрываю. Т-70. Использовать Т-70 для рейда, мне кажется, это крайняя стадия отчаяния. Заняли они инча. Я подсадил экипаж дополнительный. И все. Хочу уничтожить инчика. Потому что как только я уничтожаю инч, а прямо сейчас я его уничтожил, то у тигра развязываются руки. Он спокойно живет, дышит, убивает все остальные танки на карте. В общем, красота по-немецки. Союзник воспользовался моментом. Дванул британца. Британец взял Крусайдера. Видимо, захотел все свои юниты слить. Ну, такая там аппетитная британская мягкая попка стоит. Я прям не могу удержаться и стреляю по ней. Не по Крусайдеру. Я повреждаю двигатель Кромвелю. Вот сейчас пытаюсь Крусайдера тоже добить или хотя бы на трак поставить. Не, ни в какую не пробивается. И на трак не ставится. Вот всегда попадется какой-нибудь юнит, которому ты ничего не сможешь сделать. Даже если он картонный. Кромвель меня поставил на трак. С первого же попадания. Ну и можно сказать, этим себя похоронил. Все, подбиваю я его до конца, между прочим. Меня здесь слева разнесли. Но мне от этого вообще не холодно, не жарко. Я тут легко смогу восстановить свое положение. Отличное попадание штухом. Троих убиваю. Прибегают мои гренадеры. Враг сбивает флаг. Причем кем он сбивает флаг? И кем он здесь всех уничтожил? Командиром отделения, у которого даже патрон нет. Я его разрываю противотанковой гранатой. Но этот человек проявил мужество и отвагу, что, конечно же, заслуживает уважения. Чиню тигра. Сейчас есть опасность, что противник возьмет радиста. Ну, британец не может, а вот совет, что у него там... А, нет, он тоже не может. Он же брал гвардейцев-снайперов и мини-катюшу. Поэтому у него тоже нет очков на радиста. Можно даже не париться. Я уже знаю про снайперов. Они давно кошмарят нашу пехоту. Поэтому пытаюсь нащупать тигром. Налево я взял бронемашину. Под индексом мои оценки по химии. Три двоечки. И начинаю разрушать брустера. Делаю я это для того, чтобы отпугнуть противника и предотвратить возможные наступления на мой флаг. А вон он, кстати, и крысюк-снайпер. Драпает от меня. Я пытаюсь его убить здесь, но хпшки у него немножко остается. Хорошо, есть штух, который куда-то попадает. В какой-то цех. Выживает, короче, эта снайперская гудюка. Там прям два автомобиля стоят так. Мерзкий кортеж какой-то приехал к нам на цех. Но, если честно, я не знаю, зачем им такое количество снайперов. Я пехотой-то толком не играю. Центр. Практически весь бой красный. Брустеры ставлю. Поднимаю лопатки. Вновь ставлю брустеры. У меня есть танки. Вот и вся моя любовь. Вот чем я играю весь бой. Это танками. Замечаю, где стоит БМ-8. Вроде бы даже с места не двигается. Пытаюсь подбить с помощью штуха и прямое попадание. Все. Уничтожая реактивную артиллерию. И теперь противнику еще сложнее играть. Даже есть возможность подбить тот самый вроде бы Круссайдер. Использую для этого тигра. Исчезает он куда-то. Но мне это не мешает. Еще одно пробитие. Ну давай же уже. Снова исчезает. Да е-мое. Вылезает из Круссайдера. Будто бы я забуду, что я не подбил его. Ну давай. Надо бы подбить уже Круссайдера. Все взрывается. Вот в чем сила танк. Ну совет меня здесь пытается атаковать. Ну мне по барабану как-то на это правда. Я не вижу в этом никакой угрозы. Но если он хочет здесь сыграть по-крупному, то пусть и получает зенитку 20-миллиметровую. Плюс все мои танки едут отбивать этот натиск. Тигр едет. Штуку дает там фугасину за камни. Убивает кого-то. Но он здесь пытается сыграть от снайперов. Ясень пень. Я собственно поэтому-то и взял дешевую пехоту. Чтобы серьезного урона он мне не нанес. Брэн едет. Вот это конечно опасно. Но тигр и его взрывает. Просто какой-то бог, а не танк, не зашел к нам в цех. Вот что такое настоящий королевский тигр. А не эти ваши королевские тигры. Так, вроде бы здесь я замечаю снайпера. Пытаюсь его фугасами прибодрить, так сказать. Уже начинаю сомневаться, что здесь вообще кто-то есть. Но продолжаю наеривать фугасами. И нет, все-таки кто-то был. Но это был обычный стрелок. А снайпер-то сидел оказывается за камнями вот этими. Пытаюсь нащупать его штухом. Там кстати союзного огнеметчика сжег вражеский огнеметчик. Не попадаю. Ну и ладно, самое главное, что я флаг защитил. Снова он прикатывает Т-60 на накатанную позицию. Снова я беру Голиафа. И вот он уже на месте. И снова Т-60 ловит его. Но тут я каким-то чудом попадаю по Т-60. Что это за танк? Господи. Почему он такой мощный? Почему он все взрывает? Даже через стены. Даже через укрытие. Ну, Голиаф, конечно, неудачно я здесь пригнал. Сам же его опять взрываю, чтобы без конфуза в будущем. Ну и все. Пора бы уже активно начинать играть на центре. Хотя я выкатываю Тигр вообще вперед. Но я уже на самом деле не думаю, что делаю. Сейчас легко может вылезти какой-нибудь бронебойщик. Просто я уверен в этом Тигре. Когда я вижу, что юнит настолько уверенно убивает вражеские юниты, нет никаких сомнений, что он неуязвимый. Ну, вы понимаете. Файрфлай берет британец. Не знаю, для чего он взял. Видимо, для того, чтобы отпугнуть там какой-то союзный танк. Ну, боя с Тигром ему не избежать. А для Тигра Файрфлай не такая уж и большая угроза. Будь у 17-ти фунтовки бронепробития на дистанции чуть повыше, то, наверное, да. Так ему нужно слишком близко подъехать. Тигр его два раза успеет разорвать. Поэтому насчет Файрфлая я не парюсь. Немножко поправляю себя здесь. Оборону свою. Замечаю, кстати, снайпера. И еще одного замечаю. Так, все, прикинул. На каких они местах валяются. Ба-бах. Отлично. Один готов, остался последний снайпер. Не знаю, конечно, что там у него по обычным снайперам. Были ли они? Но весьма опрометчивая попытка удариться в снайпера. Серьезно, я здесь не играю пехотой просто. Тебя не сможет убить снайпера, если у тебя нет пехоты. Слежу за Файрфлаем. Там он иногда дергается. Ну и я уже просто захотел крови. Захотел его наконец-то уничтожить. Он просто отступает. Не хочет со мной воевать. Я его прекрасно понимаю. Стреляю на то место, где был последний снайпер. Но нет, похоже, удрал отсюда. Хочется, хочется. Попадаю вообще в командира танка. В лучших традициях фильма. Ярость на почти таком же Шермане. Файрфлай как-то филигранно попадает мне в трак. Но я очень неудачно для него стою. Может показаться, что у меня перекрученный борт. Но тигра очень сложно пробить в этот борт в ромбе. Особенно, когда ты стреляешь через забор. Это вообще невозможно практически. Да нет, это невозможно. Там бронепробитие сильно падает. Ну, хочется подбить. Вот и пытаюсь я его сейчас подбить. Все, он тоже на траке. И для него это уже фатальная такая позиция. Взрываю я его. Но перед этим он, кстати, подбил у союзника Хетцер. Хетцер, оказывается, у него был. Очередной танк, который взрывает Тигр. Я не знаю. Я не знаю, что это за машина смерти. Но называется она Тигр. Пушечка разрывает мою зенитку. Видимо, не может совет успокоиться. И все хочет попробовать меня проатаковать. Возможно, он видит в этом просто последнюю надежду на победу. Но я не вижу в этом вообще ничего. Я просто кидаю туда бомжей. А на правом фланге помогаю своему союзнику. Даймлера взял британец. Взрываю. Кого-то еще это удивляет? Просто бог штурма воплоти. Я хотел сделать подобие четырех богов хаоса из Вархаммера. Только четырех богов штурма. Так вот, вот этот Тигр был бы точно живым воплощением танкового бога, например. Но вы просто посмотрите, насколько он крут. Взрывает очередной юнит. Уже 12 единиц техники. Накромсал. 33 пехоты. И все еще не останавливается. Монстр. Просто монстр. И это обычный Тигр. А что было бы, если бы это был Тигр-ветеран? Было бы больно противнику. Так-то я все пытаюсь нащупать снайпера последнего. Не знаю, где он. Или вроде бы я заметил, что он туда за камень встал. Ну вот как бы и все. Кроме игры с снайпером, противник ничего больше сделать не может. Тигр действительно уничтожил абсолютно все. Все, чем они могли бы нас победить. Пишу союзнику «Возьми офицера», потому что хочется, хочется мне обнаружить последнего снайпера. Не хочется выходить из этого боя без уничтожения абсолютно всех снайперов. Опять какое-то наступление на мое направление партизанами. Смешное, смешное наступление партизанами. Остановили смешные фолькштурмы. Ох уж этот бомжи-бой. Заливаю топливо. На самом деле это не топливо, а пиво немецкое. Скоро же Новый год, топлива мало. А вот пиво завались, нормально, сейчас поедем. Конечно, бой был бы намного интереснее, если бы британец был поопытнее. Но блин, ветеран Восточного фронта такую хрень творил, что складывается ощущение, что шансы были плюс-минус одинаковые. Я же тоже, по сути, грандиозного ничего не сделал. Я до этого, до Тигра, довольно посредственно играл. Взял Тигра, всех убил. И я не думаю, что это заслуга моего скилла. Ну, просто... Просто... Просто техника такая у немцев. Сильная. Независимая. Да и на самом деле Тигра-то можно было убить. Даже вот, например, взять Совета. Ну, зачем эти снайперы? Ну, взял бы, например, БС-3, легко бы уничтожить. Ну, хотя, не знаю. У них же Инч был. Ну да, тут уже рассказывается неопытность британца. Хотя, какая неопытность британца? Я его штухом легко перехватил. Короче, я не знаю. Ну, как-то все сложилось у меня отлично. Вот за счет этого-то и выиграли, собственно. Ну, я думаю, что это не спойлер, что мы здесь выиграем. Уже все и так понятно. И вон он. Кстати, вижу я последнего гвардейца-снайпера. Но нет, он спрятался. Пару секунд буквально осталось. Надо, надо его убить. Ну, не, ни в какую. Он сныкался. Так, это у меня, видимо, подозрение на еще одного снайпа. Снайпера. Ну нет, никого здесь нет. Бить 457 очков за 37 минут вообще непонятно. Есть, Грут пишет. Тигр вывез все. Ну, да, так и есть. Он все вывез. Ну, вот такой вот легкий, достаточно прозаический бой у меня хранился в резерве. Я все же решил его добавить, чтобы чисто поставить жирную точку. В 2021 году по сетевым играм. Вот и все. Бойцушки, молодцушки. Увидимся в 2022 году. Не переживайте. Надолго я пропадать не буду. Примерно неделю, наверное, меня не будет. Как вернусь, там у меня будет новый компьютер. Я уже почти его собрал. Восстановлю конвейер видосов. Почаще буду играть в реал тайме. Gates of Hell почаще будет. ДК наконец-то начну. Я почему до сих пор-то не начал? Потому что компьютер не позволяет. Косячный. Но с новым будет все окей, я уверен. Поздравляю всех с грядущими праздниками. Я думаю, еще выставлю какой-нибудь постик, где вам пожелаю всего самого. А сейчас вы в последний раз услышите в этом году. На связи был Флэс. Конец связи. Флэс.